Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а значит, новый выпуск нашей любимой рубрики БОКСИНГ А ДАРИ! На этот раз у нас будет обзор непростой укулеле. Она очень интересная. Сейчас поподробнее все расскажу. Давайте для начала ее, конечно же, откроем, а поможет нам в этом наш любимый мистер Ножик. Они поменяли дизайн коробки, но не коробки суть-то, собственно. Давайте мы откроем. Специально закрой глаза. А, она не в чехле. Ага, она сразу, сразу так. И это... Чеботушки! Такое хороошко! И на самом деле, это не просто обычная среднестатистическая укулеле, которых у меня много. Это моя укулеле. Я выпустила укулеле со своим дизайном совместно с Флайтом. Это не просто укулелька. Это акулеле. Это настоящее акулеле. Вы сейчас, наверное, не верите, типа, как так, но это реально так. Мы решили сделать такую штуку, что многие начального уровня люди или ваши родители говорят, а опять ты там играешь на своей балалайке, а опять ты играешь на своей акулеле. То есть это такой мем, который вышел из-под контроля. И мы решили сделать реально акулеле, чтобы все знали, что это акулелька. Боксинг от Дарии. Сейчас поподробнее про нее поговорим, но давайте посмотрим, что по комплектации. В комплекте у нас... В комплекте у нас с вами такая некая брошюрочка-пособие для начинающих. Это я. У меня же руки даже отвиньте. В общем, это нарисована я. Здесь есть немножечко про настройки, как что настраиваться укулелька. Новый дизайн аккордов, новый дизайн всех важных для вас на начальном этапе боев. Ну и, конечно... Тут уже есть Бима! Посмотрите! Я, честно, я даже не знала, как будет выглядеть брошюрка-пособие для нашей авторской акулельки. То есть мы просто это обговорили, я скинула фотографии и все. А как это будет выглядеть? Я даже не имела представления. Посмотрите! Я хочу еще раз вам показать, как это свежо! Я вам хочу прочитать, что написано обо мне. Кто я, собственно, такая? Даша Кирпич — это блогерка и по совместительству преподаватель музыки. Ее образовательный канал в YouTube и TikTok занимает первые места в русскоязычном укулеле комьюнити. Кстати, это правда! Даша привлекает свои харизмы, чувствами юмора и, самое главное, простыми и понятными объяснениями музыкальных вещей. Как говорит сама Даря, она учится вместе со своими подписчиками, а ее главная цель — сделать обучение доступно для всех, даже для тех, кто никогда не занимался музыкой. У меня нет каких-то хороших заготовленных слов, потому что я не ожидала, как это все будет выглядеть, но это реально выглядит так свежо. А самое главное, что мы сделали с ребятами с Flight, мы оставили вам место для того, чтобы вы написали какие-то заметочки, пометочки, ну или просто написали песню вашу любимую. Вообще, это место для творчества. Так, видите, мы все продумали. Ну, это прям вау! Фиолетовая цвета, моя любимая! Так, дальше у нас идет с вами в комплекте вот такой вот хороший, кстати, прям чехол. Это уже не чехол, это чехолец. Прям материал совершенно другой, который был от обычного. Вот, например, у меня есть укулелья от Алены Швец. Там немного другого мутира у чехла, но это прям мощный. Заметьте, какого цвета он. Мы специально сделали такого цвета, он такой приятный, лазурный. Мне нравятся синие цвета, и как раз по цвету укулельки. Но это еще не все, потому что, как мы знаем, Флайт славится своими стикер-паками, которые они кладут в каждую укулельке. И в этот раз я решила перехитрить всех, переиграть всех. И мы сделали авторский стикер-пак специально для этой укулельки. Причем такого хорошего масштаба А4. Чтобы прям было видно, что это у вас укулелька. Акулеле от меня, от Даречки Кирпич. В общем, здесь, естественно, моя физиономия. Это акулелечка, которая вдохновила к небольшой интересный факту. До этого, в самом-самом начале, год назад, я сделала вместе с Наташей такой вот стикер-пак. Мы его отдельно продавали. И там была вот эта акулелька. И благодаря вот этой картинке акулеле мы придумали вот этот дизайн. В общем, я сделаю отдельное видео, как, с чего все начиналось, какие трудности произошли на пути создания этой укулельки. В общем, ждите. Обязательно подписывайтесь на канал. Я вам расскажу подробнее, как же все это было. То есть закадровая история. Сама укулелька. Вы понимаете, вы можете наклеить наклейку акулеля на вашу акулеле. Ау! Просто взрыв мозга. Ну и также тут флайтовский значок. Напоминаю, что вы у меня суперпупсики. Ну и такое вот оповещение в виде письмеца. Хорошего качества сделаны наклеечки. Но я вот не буду их пока никуда наклеивать. Мне самой шалка. Появляются у кого-то животные или маленькие дети говорят, это мое, это мой челдрёвыш, мой смешарик. То же самое я. Это мой гейбик. Боксинг от Дарри. По комплектации более-менее я прошлась. Теперь давайте вам расскажу поподробнее про саму укулельку. Здесь, валдинный дизайн, вы тоже сказали. Красиво оформлен резонатор на дверсте. Дизайнерские решения это все спасибо Наташе, которая все это рисовала для меня. И тут прям даже написано это флайн Даши Кирпич. А модель, если кому интересно, называется Тук Даши Кирпич. Прям все официально, все по-настоящему. Билы. Бима полностью согласна. Второе. Это укулеле впервые за всю историю русскоязычного флайта размера концерт. На этапе создания, когда мы вели переговоры с ребятами из флайта, они говорят, какого размера будем делать укулельку? Вот можно сделать сопранку, можно сделать концерт. И так ни слова больше, мы будем делать размер концерт. Здесь сам грифик концерт и размер тоже концерт. Мы это сделали для того, в первую очередь, потому что я знаю, как вы покупаете размер сопранкой, и она очень маленькая. Если вы еще какой-нибудь взрослый человек, вы пытаетесь что-то там кукожить, если вам неудобно играть, намного удобнее лежит в руке, не соскальзывает, более комфортно, у меня никаких зажимов нет, потому что это размер концерт. Третье. Это материал. Я заранее о вас позаботилась и выбрала такой вариант, когда у нас по большей части сделан инструмент из пластика. Это сделано для того, чтобы если вы куда-то поелись, там, петь песню у костра, в лагере, в общем, какой-то движ париж вне дома, ваш инструмент не пострадал, не разсохся, не треснулся от перепад температуры или влажности, потому что деревянный инструмент это очень хорошо, но если вы любите именно какой-то активный образ жизни, инструмент будет страдать. Но так как это пластик, с ним ничего не произойдет. Звучит хорошо. Звонка, кстати, я вот даже опять сейчас поиграла, потренировалась. В принципе, я даже не ожидала, что будет такое хорошее звучание, и это реально так. То есть звучит, строит инструмент, не переживайте, не бойтесь пластиковых инструментов, он вам тоже будет хорошо служить верой и правдой. Боксинг от Дарри. Четвертый, хоть я уже об этом сказала ранее, но все равно я еще раз повторюсь, это хорошо собранный, прям такой массивный чехол для укулельки, то есть он на вас идет уже сразу, ничего докупать по чехлу вам не надо будет. Внутри хорошо все шито-прошито, и сам материал непромокаемый, водостойкий, самое то, идти куда-то в поход петь песню у костра. Забыла уже, какое преимущество по счету, но на этой укулельке поставлены струны от Аквила, Super Nile God, это значит, что они очень тонкие, очень мягкие, как я уже говорила, пока вы будете настраивать инструменты, у вас снова они будут часто расстраиваться, это нормально, но от этих струн у вас не будут болеть пальцы, то есть они довольно-таки мягкие, и те, кто не играли до этого никогда на этом инструменте, или у вас очень мягкая, чувственная кожа на кончиках пальца, не переживайте, от этих струн у вас не будет ничего болеть. Также здешние колки тоже очень качественно, хорошо сделаны, ничего не проворачивается, прям плавненько все тянется. Что еще мне охота отдельно отметить, так это лады. Здесь они не выпирают за гриф, соответственно, когда вы проводите рукой, ничего не зацепляется, не оставляет каких-то зацепок, это значит, что вы можете играть смело здесь, быстренько переехать сюда, и никаких травм у вас на пальцах не будет. Что еще удобно в этой укулельке, так здесь уже пределаны крепления для ремня. Что касаемо ремня для укулелей, он также существует в моем дизайне, то есть помимо основной укулельки мы сделали еще аксессуары, на данный момент есть вот такой вот ремешок. Его можно приобрести отдельно, и как он крепится, одну сторону вы прикрепляете вот к этому креплению, а вторую часть, благодаря вот этому язычку, вы продеваете у начала грифа. И играть на укулельке, на акулельке, вместе с моим ремнем. Боксинг от Дарьи. Но чтобы окончательно вас влюбить в эту акулельку, я сейчас настрою и поиграю вам разные песни и мелодии. Кто никогда до этого не держал инструмент в руках, и вы приобретете вот такую вот акулельку от меня, и вы не знаете, как настраивать вам краткий экскурс, как же это делать. Дарья, объясни. Первым делом, что вам нужно будет сделать, неважно, на какой операционной системе находится ваш телефон, скачать приложение GitaTune. Вы его скачиваете, заходите в него, потом убираем галочку о том, что мы будем настраивать автоматически, потому что мы будем сейчас настраивать вручную. Что вам нужно знать? Нумерация любой укулельки, неважно, какого размера у вас, идет снизу вверх. То есть, первая, вторая, третья, четвертая. Это понятно. То есть, первый это самый ближайший к низу, к полу, четвертый самый ближайший к нам. И что делаем дальше? У каждой струны есть свое название, какое-то буквенное обозначение. Так вот, первая струна это А. Ну, сейчас они у меня пока не настроены, это нормально. Первая струна это А, вторая это Е, третья это С, ну, С, До нотка, можно по-другому назвать. И четвертая струна это G. То есть, А есть и G. Все. Это нам понадобится для того, чтобы настраивать. Что делаем дальше? Нажимаем кнопочку на букву А. Вот, она нам говорит, что должна звучать. Так, а звучит у нас пока укулелька? Никак не звучит, аж куда-то далеко ушла. Вот есть такое сооружение, называется калки. Мы начнем их крутить в разную сторону, для начала понять, куда нам будет идти натягиваться звук. Опа, я уже сразу поймала. Но давайте представим, что если я кручу в обратную сторону, когда у меня струна наоборот, становится менее натянутой, да? То есть, мы куда-то вниз ушли. Давайте вернемся обратно. Мы прям чувствуем, что нотка начинает звучать выше. Агаски, агаски. И тем самым мы должны прийти к тому, что наша струна начнет звучать ближе к нулю. Если вы только-только купили инструмент, и у вас приходится очень долго крутить, это нормально. Ну вот, пусть пока струна отдохнет, сильно тоже не перекручивайте. Давайте посмотрим в Е. Тоже далековато. Тянем, тянем, кручем, кручем. Вот, пошло дело. Подтягиваем к нолику. Не переживайте, у вас струна не лопнет, если вы резко не будете так переворачивать их. И то же самое проделаем с остальными струнами. Поздравляю, вторая струна у вас настроена. Да, еще придется подтягивать первое время, это нормально. Основной круг более-менее настроили. Теперь смотрите, так как струны это материал довольно-таки мягкий и тянучий, вам нужно будет первое время настроить максимально часто, как вы можете. То есть до начала игры, после игры, и во время тоже поднастраивайте. Потому что я сейчас настроила, и она звучит пока так. Как бы уже получше, но все равно, если посмотреть каждую струну, она все равно не точно пока настроена. Это нормально абсолютно. Побольше настраивайте, и будет вам счастье. А на это под настройку идет где-то более недели, может быть даже пораньше, смотря как вы интенсивно ли играете на инструменте. Но в целом не переживайте, если она вас быстро расстраивается. Боксинг отдарим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, очень удобно, если вы в будущем захотите делать какую-то некую перкуссию, то есть какие-то дополнительные удары по корпусу, здесь это сделать намного удобнее, чем на сопранке. То есть у вас есть вот здесь вот бочка такая, хорошенькая, объемная, оп-опа, ай-на-не, и вот здесь вот можете бить, вот как я вам сейчас показала, насчет дре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ваши отдачи, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в новых роликах. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok